Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами будем готовить прекраснейшие бефстроганы вот в таком наборе кастрюлик, сковородочки и ковши. Мы сегодня с вами попробуем практически каждый из этих предметов. В конце видео я вам расскажу о своих впечатлениях, насколько мне было удобно или, возможно, что-то было неудобно. Но на первый взгляд хочу сказать, что набор достаточно, вот даже кастрюльки увесистые. Это хорошо, так как мы будем знать, что здесь все-таки многослойное дно, а это значит, что наши продукты не будут там подгорать, все будет равномерно нагреваться. Еще что меня впечатлило, знаете, то, что если вдруг вам надо слить воду, вот эти вот носики, эти углубления, они, ну блин, это же просто замечательно придумано, они же офигенно вам подойдут. Что мы сегодня будем делать в них? Так как у нас блюдо бефстроганов, это жареная говядина в сливочном соусе, как же обойтись без гарнирчика? А гарнирчиком у нас будет сегодня вкуснейшее пюре. Поэтому мы будем делать сразу несколько приготовлений. Первое, мы с вами отварим в маленькой кастрюльке пюре. Мы с вами сделаем вот в таком ковшике соус для бефстроганов классическом рецепте. Используется соус бешемель, мы сделаем вот здесь вот. И мы здесь в сковородке будем жарить саму говядину. Ну, то есть практически все наши приборы будут использованы. Вот эти два больших объемчика кастрюлек мы их сегодня не используем, но мы все проверим на маленькой малышке. Хочу сказать, что вот такой набор посуды это идеальный подарок на новоселье или какой-то небольшой семье. Просто, ну вот, насколько меня впечатлило, то, что здесь собрано вот все самое необходимое. В наборе есть все абсолютно, что может вам когда-либо в принципе понадобиться. Помимо трех кастрюлек есть еще ковш, есть сковорода. Ну вот, что еще нужно, да? По-моему, ничего. И еще один приятный момент, это то, что сейчас и до конца года на набор действует скидка. И вы сможете купить его уже со скидкой. Ссылочка будет в описании под этим видео. Вот, так что пользуйтесь, не благодарите, конечно, за подсказку. И предлагаю начинать. Естественно, для гарнира нам нужен будет картофель. И у меня вот еще вот такой набор продуктов. Вы, наверное, спросите, для чего он. Это мой личный, ну, наверное, секретом это нельзя назвать, но мой личный лайфхак, как сделать очень вкусное пюре. Я всегда при варке картофеля добавляю лавровый лист, кусочек лука, корень сельдерея и вот что-нибудь, какой-нибудь хвостик, череночек от любой зелени. Вот пюре будет ароматное, вкусное. Ну, в общем, попробуйте. Если вы так не делаете, попробуйте. Это просто великолепно. Для соуса бешамель нам понадобится мука, сливочное масло, молоко, щепотка мускатного ореха, совсем немножко. Вот прям не переборщите, вот прям очень мало. Соль, чуть-чуть перчика. И знаете вы, что сам по себе соус бешамель, он достаточно пресный, у него нет богатого вкуса, потому что состоит он из трех, по сути, ингредиентов. Мука, сливочное масло и молоко. Поэтому мы добавим сюда немного сметаны. Многие используют, я знаю, что многие используют еще томатную пасту или томатный соус при приготовлении бестроганов. Но я не очень люблю такое сочетание. Не знаю, если вы вдруг любите, тогда в рецепте можете добавить еще столовую ложку томатной пасты или томатного соуса, очень густого. Сок не подойдет. Вот, и первым делом мы с вами начнем... А, подождите, а сама говядина, конечно же, и сама говядина. Бестроганы, вообще, в классическом рецепте готовятся именно из говядины. Не из свинины, не из баранины, не из курицы. Мы начинаем с вами именно с картофеля. Нам нужно его отварить. Мы берем нашу малышку, как я и обещала. Начнем с нее наш такой себе процесс приготовления. Она, кстати, рассчитана до 2 литров. Достаточно как бы вместительно, правильно? 2 литра. Ну, это пюре приготовить, кашу отварить, что-нибудь в небольшом объеме. Ну, то есть достаточно универсальный объем, скажем так. Вот, сюда мы сейчас будем добавлять с вами резать картофель. Ставим его варить и начнем делать соус. Картофель нарезан. Теперь кусочек лучишки, кусочек сельдерея, вот эту вот зеленулечку, вот сюда. Парочку душистых перчиков и лавровую листюшку. Все, и оставляем, накрываем крышечкой. Вот так вот. И оставляем. Теперь нам нужно же с вами сделать бешамель. Отправляем сюда сливочное масло. Сперва его растапливаем. Вот здесь вот. Масло, видите, полностью растопилось. Теперь вот сюда отправляю всю муку. И завариваем ее. Видите? Вот так масло ее хорошо нужно заварить. Это наша заготовка. Видите? Вот. И сейчас на этом этапе мы с вами добавляем, снимаем с огня. И мы с вами должны добавить холодное молоко. Именно холодное. Не горячее, не теплое. А вот прямо с холодильника добавляем. Здесь я перехожу на венчик, возвращаю назад на плиту. Перехожу на венчик, потому что мне нужно теперь будет муку размешать в молоке. То есть загустить молоко. Соус мы загущаем. Как только начнет соус загущаться, то есть как только все у нас соединится, мы добавим соль. Вот смотрите, сейчас это буквально все будет на глазах происходить. Так, смотрите, видите, у меня молоко стало загущаться. Видите, соус уже характерный есть от венчика, след характерный остается. Вот здесь я буду его подсаливать. Сейчас мы его подсолим и хорошо еще раз перемешиваем. Видите, вот он становится гуще, гуще, гуще. Вот такой нам он и нужен. Он, видите, вот, ну вы должны увидеть по самой плотности соуса. Вот он сейчас первый бульк он нам даст, подкипит, и мы его, вот видите, булькнуло. Все, снимаем. Как я уже сказала, сам соус по вкусу очень беден. Сюда лучше добавить сливки или сметану. Поэтому я добавляю сметану. И здесь вот на этом этапе, как я уже сказала, если вдруг вы все-таки любите нотку томатной пасты, здесь можете добавить и столовую ложку томатной пасты. Я размешиваю, возвращаю снова на плиту уже со сметанкой, да, мы ждем, чтобы он еще раз подкипел. И добавляю граммулечку мускатного ореха и граммулечку буквально перчика. Размешиваю. Ох, этот прекрасный аромат. Вот это я люблю. Вот это вообще офигенно. Все, смотрите, теперь мне нужно, чтобы соус постоянно поддерживал температуру определенную. Я его больше не буду на плите доводить до кипения или еще что-то с ним делать. Я его поставлю на водяную баню, чтобы он стоял у меня и постоянно грелся-грелся. И я периодически буду о нем вспоминать, подходить, чуть-чуть подмешивать и уходить. И начнем заниматься нашим мясом. Может, по кофе? Да? Как вам? Я бы с удовольствием. Пойдем, наверное, кофеечку, Дим, выпьем. Друзья, как всегда, выбор огромный кофемашин. Но сегодня мне хочется чего-то покрепче, без молока и такое более бодрящие. Ну, сделаю в своей любимой уже преми черный кофе. Друзья, ароматный кофе не хуже, чем в кофейнях, только у вас дома. Именно эту вы можете посмотреть. Ну, наверное, в принципе, и все вы сможете посмотреть. Ссылочка будет под этим видео. Итак, наш картофель закипел. Сейчас мы можем уже доставать вот эти все овощи, которые мы сюда выкладывали. Они уже не нужны, они уже свой вкус, аромат отдали картофелю. Поэтому, скажем так, уже необходимости в них у нас нет. И теперь вот на этапе, когда картофель закипел, нам нужно его посолить. И добавляем соль. Все. И еще буквально чуть-чуть довариваем. Ну, моей картошечке нужно еще минут 10. Я думаю, она уже мягенькая. Итак, наша с вами картоха сварилась. Теперь мы будем ее мять. Кстати, кастрюлька великолепная. Если вы любите не обжигать руки, когда берете кастрюльку с огня, переставляете ее куда-либо, тогда это ваше спасение. Ручки не нагреваются. Еще плоские ручки удобно вот брать за них. Ну, не знаю, пока я в восторге. Ковш идеальный. Сейчас еще попробуем сковороду, если сковорода еще будет прекрасно. Тогда я влюблена в набор этот. Так, ну все, смотрите, у меня пюре готово. Я его пока накрываю. Отставляю в сторону. И будем сейчас заниматься уже непосредственно мясом. Ставим сковороду на плиту. Разогреваться. Сейчас мы с вами будем резать лук полукольцами и отправляться в сковороду. Жарить. Чуть-чуть растительного масла добавляем. И будем обжаривать лучок для такого красивого золотистого цвета. Маселка. Отправляем лук. Пока лук обжаривается. Итак, нам нужно нарезать тонкими пластами мясо. Нарезаем как можно тоньше. Ну, я буду резать это как у меня получается, вы режьте как у вас. Итак, теперь мы нарезали тоненько, видите, мясо. Теперь соломкой нарезаем его. Тоненькой-тоненькой. У меня мясо достаточно само по себе, видите, тоненькое очень. Дополнительно я его не буду уже отбивать. Если у вас так получилось, что вы чуть толще нарежете его, тогда отбейте немножко еще. Все молоточком. Все, полосочками режем и будем сейчас обжаривать. Итак, лук, видите, уже очень хорошо золотистый. И я сюда отправляю мясо. Соль пока мы не добавляем. Потому что если мы добавим соль, мясо пустит в воду, которая нам не нужна, лишняя водичка. Нам нужно сейчас очень хорошо обжарить мясо. Вот как только мясо обжарится, вот тогда мы будем его подсаливать. Итак, мясо у нас уже почти готово. Мы сейчас можем посолить его. Теперь мы уже не боимся лишней влаги. И вот сейчас, пока еще буквально пару минуточек оно у нас обжаривается, мы уже будем выкладывать картошку и сервировать наш обед. Теперь наш соус и протушиваем еще в течение нескольких минут. Итак, друзья, сегодня мы с вами, напомню, готовили в прекрасном наборе посуды рондел, прекрасные три кастрюльки, ковш и сковорода. И вот что у нас получилось, используя всего лишь один набор посуды, мы смогли с вами приготовить и гарнир, и бестроганов, то есть и соус, и обжарить мясо по необходимости, и отварить пюре. Что могу сказать, какие мои впечатления от работы, использования этого набора. Очень удобно, он очень эргономичный, очень удобные ручки. Я люблю, когда они не нагреваются, это самое важное. Я люблю, когда пар вот так вот аккуратненько из двух фронтов, так сказать, выходит. И когда я сливала, это осталось за кадром, конечно, жидкость пюре. Очень удобно, то что вот эти вот носики, которые я вам рассказывала, они имеют такую как выемку, да, и вода очень удобно стекает. То есть она не растекается по всей площади кастрюльки, а вот аккуратненько стекает там, где ей необходимо стекать. Сковорода еще хочу отметить, то что она глубокая. То есть если вы планируете готовить соусы, планируете что-то такое довольно вместительное приготовить, это просто идеальный вариант. Ничего не выкипает, ничего не выгорает, не пригорает. Все очень удобно, ручки не нагреваются. В общем, если вам нужен подарок, или если вы хотите сделать себе подарок, вот этот вот набор посудороду идеальный вариант. Плюс скидка, о которой я говорила, под видео будет ссылочка на этот набор, поэтому переходите и заказывайте. На сегодня у нас все. Вам большое спасибо, что вы были с нами. Как всегда, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, не забывайте про колокольчик. И пока-пока.